76 предприятий из 10 регионов страны, 7 отделов и сотни товаров с логотипом сделано в Казахстане. Выставку достижения отечественных товаропроизводителей сегодня посетил Нурсултан Азарбаев. Главе государства казахстанские бизнесмены показали, чем они готовы наполнять магазинные полки страны и зарубежья. Вместе с президентом на выставке казахстанских товаров побывал и мой коллега Данияр Рамазанов. На полках среднестатистического казахстанского супермаркета отечественных товаров лишь 30%. Но эксперты не теряют оптимизма и говорят, что дальше будет больше. Подтверждением их такой уверенности выступают организованные выставки, где все товары с лейблом сделаны в Казахстане. Сегодня здесь главе государства представлены были одежда, обувь, текстиль, игрушки, лекарства и продукты питания. Часть из этих товаров производится в нашей стране уже далеко не первый год. Однако сегодня есть и новинки. К примеру, производители вот такого вот «Жента в шоколаде» сейчас занимаются оформлением патента. Результаты своей работы наши предприниматели президенту страны представляли с особой гордостью. Еще бы большая часть всех этих компаний появилась именно благодаря программе индустриализации. А саму акцию сделана в Казахстане. Глава государства поддерживает лично. Мы сегодня производим деловые одежды для мужского сегмента. Сегодня мы начали производство мужских рубашек. Нашли же я его, отлично. Спасибо большое. Трикотажных изделий. Также верхняя одежда для женского сегмента представлена уже у нас. В большой сегменте челочного судьбы. Все, что окружает наших казахстанцев сегодня в повседневной жизни. Туфли прекрасные у меня есть. Я их носу. Очень удобные. И ничем не отличаются от итальянских. Я всем казахстанцам, мужчинам рекомендую. Еще несколько лет назад мало кто мог бы поверить в то, что в 2016 в Казахстане будет производиться 88 моделей автомобилей. А за первую пятилетку индустриализации из конвейеров сойдут 132 тысячи машин. Казахстанский автомобильный экспорт вообще казался чем-то нереальным. Равно как и то, что каждый третий купленный в этом году автомобиль благодаря своей доступности будет отечественного производства. Казахстанские автомобили начинаются сегодня в автосалонах. Продаются от 2 миллионов 100 тысяч тенге. Это первое. Второй программой государственного льготного кредитования воспользовались уже только в этом году более 7 тысяч граждан нашей республики. Из-за того, что мы делаем локализацию, средняя локализация сейчас составила более 33 процентов. Это на отечественные автомобили. Это все дает возможность реализовывать автомобили именно в тенге. Фиксировать курс тенге. Поэтому люди уже приходят в автосалон, смотрят и выбирают, что да, отечественный автомобиль действительно стоит сегодня по сравнению с импортными аналогами более доступный. Увеличением локализации активно занимаются и в холдинге Казмедприбор. Он был создан в 2005 году. Основная специализация – медицинская мебель и оборудование. И сейчас, спустя 11 лет, только одно медтехники на предприятии производят около 150 видов. В их числе – дефибрилляторы, электрокардиографы и рентгенаппараты. Предприятие, на котором работают около 300 человек, сейчас обеспечивает продукцией почти всю страну. А за последние годы руководству компаний уровень казахстанского содержания удалось увеличить в разы. В 2012 году открыл производство медицинского оборудования. Например, можно привести монитор пациента на тот момент с уровнем казахстанского содержания было в пределах 20%. А на сегодняшний день, в 2016 году, мы представляем обновленную версию монитора пациента с уровнем казахстанского содержания на 80%. За эти 4 года нами был увеличен в 4 раза уровень казахстанского содержания. Крупные заводы и предприятия важны, говорил сегодня президент. Но также он напомнил, что основа экономики страны – это все-таки малый и средний бизнес. Сами же производители говорят о том, что государство их активно поддерживает. Поэтому сейчас почти все зависит уже от них самих. Я думаю, сейчас предпринимателям очень важно, тут накопленный потенциал. А те производства, которые мы сегодня смогли реализовать при помощи государства, нужно действительно стремиться выводить на производственную мощность. Нужно активнее пропагандировать свою продукцию, наверное. Ну и в части того, что, наверное, нужно не бояться открыто конкурировать с иностранной продукцией. И все смелее нужно быть, наверное, сегодня, до времени такое. Мы стали производить большую линейку отечественной продукции. От локомотива, автомобилей до одежды, питания, лекарств. Выставка показывает, чего мы достигли последние годы. Особенно мне радует, что товары легкой промышленности, мелкие производства, детские игрушки, детская одежда и все остальное, мужская и женская одежда, которая начала возрождаться и под брендом «Сделано в Казахстане» начинает завоевывать наш рынок. Вы видели, от моющих средств до простительных масел и так далее. Особенно радует достижение аграрного комплекса, который фактически производит все, что необходимо для человека, но пока объема мы не достигаем. То есть это уже дело времени. Говорили сегодня предприниматели и о том, что акция сделана в Казахстане носит не только патриотический смысл, немаловажна и экономическая составляющая. Товар, произведенный и купленный в Казахстане, это рабочие места и налоги, которые пополняют бюджет. На эти деньги строятся школы и больницы, выплачиваются пенсии и пособия. Поэтому отечественный продукт – это не только качественно, доступно и полезно, но еще и в конечном итоге выгодно. Дания Рамазанов, Омир Бекизимов, Хасин Умарколов и Алмас Умаргалеев, Астана, 24 кезет.